Актуальное интервью Владимир Андреевич, сегодня нам с вами предстоит обсудить очень животрепещущую тему, которую, я думаю, многие жители Ставропольского края хотели бы вместе с нами обсудить в этой студии, но, к сожалению, наше с вами общение как раз таки будет ответом на многие вопросы, которые накопились у ставропольцев. Первый и главный, я думаю, он и общий, и даст, скажем так, импульс для всей нашей беседы о механизме работы с бездомными животными, которые выработаны в нашем крае. Вообще, как совместить баланс между гуманностью и решением той самой проблемы, которую мы уже озвучили? Основной вопрос очень часто всплывает, но в настоящее время существует лишь один механизм, позволяет который соблюдать принципы гуманности к животным. Это отлов животных, их вакцинацию, стерилизацию и выпуск на прежнее место их обитания. Значит, как это происходит? Администрации муниципальных городов и округов заключают контракты с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые осуществляют отлов данных животных. После заключения контракта по ранее направленным заявкам индивидуальные предприниматели и юридические лица на специально оборудованном транспорте отлавливают и доставляют животных в приют, где их осматривает ветеринарный врач. Если нету противопоказаний, животное отправляется на карантин. После карантина оно вакцинируется против бешенства, по истечении 7 дней стерилизуется и после постоперационного периода животное выпускается в среду прежнего своего обитания. Проживаю в районе Чапаевка города Ставрополя очень много собак с этими бирками на ушах, которые, так понимаю, и свидетельствуют о том, что эти животные прошли какое-либо мероприятие, связанное с их безопасностью. И хочу отметить, что достаточно доброжелательные собачки очень просто и достаточно беспроблемно идут на контакт, причем агрессии с их стороны лично я ни разу не наблюдал. Друзья, если вы сталкивались с агрессией, пишите нам в социальные сети телеканала. Но очень важный вопрос, наверное, Владимир Андреевич, и его тоже вот в этом ключе нужно обсудить, финансирование, которое как раз таки исходит на эти цели, откуда поступает? Скажите, пожалуйста. Финансирование на отложивших животных осуществляется за счет бюджета Ставропольского края. В 2019 году, когда вступил в силу федеральный закон о гуманном обращении с животными, 498-й, выделялась сумма 17 миллионов рублей. По поручению губернатора Ставропольского края на 2020 год эта сумма была увеличена в 2,5 раза и достигла порядка 42 миллионов. На 2021 год также по поручению губернатора сумма была увеличена на 10 миллионов, то есть 52 миллиона соответственно. Распределение финансирования осуществляется по заявкам, поступившим от администрации городских и муниципальных округов. Исходя из расчета животных, которых необходимо отловить. В 2021 году на отлов одной особи животного составляла сумма порядка 6343 рубля. Это те средства, которые индивидуальные предприниматели тратят на реализацию всего этого комплекса? Совершенно верно. Да, это непосредственно та сумма, которая заключается в контракте для отлова данного животного. Логично предположить, что чем больше заявок от муниципалитетов поступает к вам, я правильно понимаю, что именно вы аккумулируете заявки, которые приходят из муниципальных территорий для того, чтобы решить эту проблему? Да, совершенно верно. То и тем больше, логично предположить, становится финансировано по тем или иным направлениям в тот или иной муниципалитет. И что значит, как мне кажется, опять-таки, интерес муниципальной власти, как раз-таки, в решении этой проблемы должен быть максимально включенным. Расскажите, пожалуйста, о том вообще, как выявляются очаги возникновения бездомных животных и где в крае наиболее остра эта проблема? В основном выявление очагов бездомных животных осуществляется при помощи граждан, которые оставляют заявки в администрации на отлов животных. Также специалисты администрации делают объезды, определяют места скопления животных. В основном большие очаги распространения бродячих животных – это крупные города нашего края. Решение, которое мы уже обсудили, решение о стерилизации вакцинации, оно действительно, как мне тоже, обывателю кажется наиболее гуманным. Но, тем не менее, в крае работают и частные, и государственные приюты для животных. Хотел бы поподробнее обсудить государственные. Мы в самом начале беседы отметили, что в 2022 году их должно быть полноценно работающих два. Один, насколько я помню, в Кисловодске уже функционирует, прошел даже модернизацию в 2018 году. А вот открытие в 2022 году губернатор края анонсировал на одном из форумов МАШУК, если мне память не изменяет, в прошлом году. Вообще, как выстроена работа именно с этими государственными приютами? Что они из себя представляют и по какому принципу работают? Значит, на данный момент на территории Сарапольского края существует четыре приюта. Это город Ставрополь, это город Георгиевск, город Кисловодск, как вы уже подметили, и поселок Затеричный Нефтекумского городского округа. По поручению губернатора Ставропольского края планируется строительство нового приюта для животных на 2000 голов. Это в городе-курорте Пятигорск, в настоящее время уже подходит к завершению процедура по разработке проектно-сметной документации на строительство данного приюта, и по результатам которой уже будет определен подрядчик на строительство приюта. И также планируется приобретение в собственность Ставропольского края приюта в городе Кисловодск. С дальнейшей его модернизацией также содержание на 2000 голов. Павел Юрьевич, ну по вашему профессиональному мнению, мы действительно отметили, что наиболее гуманно это выпускать животных бездомных обратно на улицу, но уже в таком безопасном состоянии. Это, да, те животные, которые не проявляют немотивированную агрессию, и, соответственно, тоже, как вы уже ранее подметили, беркованные или несмываемые метки. Вот как раз-таки путь животного бездомного до приюта, мне кажется, зачастую и с хорошей, и с плохой стороны отмечен человеческим влиянием. Ну, не секрет, что все бездомные животные чаще всего когда-то были домашними. Просто кто-то отнесся к ней кошке или к собаке как к вещи и посчитал, что, ну, пришло время, я наигрался, выкину-ка я ее на улицу. Кто-то, наоборот, заметив бездомное животное, обеспокоен был им и сдал ее в приют по возможности своей, тем самым помогая приюту далее и материально, и кормом. Ну, таких примеров по всему краю тоже достаточно много. Вообще, по вашей работе, участие жителей Ставропольского края в решении этой проблемы, насколько активно проходят вообще наши земляки, не безразличные к животным? Нет, не безразличные. Жители края активно участвуют в вопросах с животными без владельцев. В основном это идут обращения граждан на большое скопление их местах отдыха, в квартирах и в домах с общей территорией. Значит, в последнее время приюты, в принципе, стали сами обращаться за помощью посредством средств массовой информации, значит, интернет, так как можно оказать помощь приюту для животных. Финансовая или материальная форма, да, то есть как бы через соцсети очень много идет обращений, ну, в основном это работает как бы непосредственно обращение приюта, сами обращаются. Условно я, прогуливаясь по своему любимому городу Ставрополь, заметил стаю собак, и я понимаю, что стаю гуляет в непосредственной близости к школе или к детскому садику. Мои дальнейшие действия как гражданину, куда обращаться для того, чтобы эту проблему смогли решить? Правильно ли я понимаю, что первый адресант это как раз таки управление ветеринарией? Нет, к сожалению, нет. Это идет администрация городская или муниципального округа, они принимают заявки и непосредственно эти заявки уже потом передают индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, с которыми заключен контракт на отлов животных. Владимир Андреевич, а что насчет общественников, волонтеров, которые мы знаем по всему краю работают, тоже своими силами пытаются решить эту проблему? Как относитесь к ним, к этому труду? Ведь дело общее решить такую проблему. Да, волонтерам, конечно, за это большое спасибо. Они также и взаимодействуют, и пытаются взаимодействовать с администрациями, с приютами, с некоммерческими организациями, которые проявляют доброту к животным. И хотелось бы, чтобы эта работа у них не останавливалась. И, соответственно, все жители края, ну, по желанию большинство всех жителей края, как бы тоже в этом принимали участие. И самое главное, просто животных не выбрасывали на улицу. Это самое главное, да. Еще один вопрос, и он, мы сегодня, знаете, больше о собаках, да, о собаках говорим, город полон и кошек, тоже не обрекших дом, вообще их судьба дальнейшая. Или все-таки механизм универсальный работает, распространяется на всех бездомных животных совершенно одинаково? Ну, в сравнении с собаками, кошки более спокойны и не проявляют немотивированной агрессии в отношении человека. Поэтому кошек, ну, как правило, просто-напросто люди подбрасывают к приютам. Если приют принимают, уже, соответственно, потом уже ищут новых хозяев. Владимир Ильич, еще один вопрос, и он, на самом деле, такой. Достаточно спорный, потому что есть и сторонники, но противников все-таки больше. Раньше животных бездомных умерщвляли. И до сих пор остаются адепты, особенно в социальных сетях, которые этот путь решения проблемы считают наиболее эффективным. Все-таки идеи гуманизма побеждают, и мы сегодня в нашей беседе это как раз-таки подтверждаем. Но в чем же причина? Почему отказались от последней высшей меры для бездомных животных? В соответствии с федеральным законом номер 498 об ответственном обращении с животным. Умерщвление животных возможно в исключительных случаях. При необходимости прекращения непереносимых физических страданий. При наличии достоверно неизлечимого заболевания животного. Или неизлечимых последствий устрой травмы. Несовместимых жизней животного. Соответствующая процедура должна производиться специалистам в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть. И вообще, что лично мне, как любителю животных, сейчас нравится. Курс на гуманизацию отношения к животным на федеральном уровне взят уже несколько лет. Проект, закон о жестоком обращении с животными работает, мы это прекрасно знаем и видим результат его работы. И вообще, законодательство, в том числе и вами вышеперечисленное, также решает проблему вот этого достаточно примитивного и жестокого подхода к решению проблемы, которую сами люди и создали. Ведь, я повторюсь, бездомные животные когда-то были домашними. В завершение хотел бы узнать, и вообще профильное законодательство в обозримом будущем, в профиле нашей с вами беседы. Планирует ли как-то видоизменяться еще? Есть ли какие-то уже наработки, законопроекты, которые станут реальностью? Да, есть законопроект, который опубликован в базе Нижней палаты парламента. Дополнение – это запрещение выгул собак без намордника и поводка вне специальных, отведенных для этого мест. Также предлагается установить нормативы по количеству содержания домашних животных в квартирах. Также предлагается внести изменения, устанавливающие требования обязательной регистрации животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также станет сдерживающим фактором при оставлении животными их хозяевами. Пациентами медорганизаций предлагается установить запрет возврата животных на территории организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медорганизаций и детских игровых площадок. Ну, все-таки главное изменение должно, мне кажется, произойти в сознании. В сознании человека, да. Владимир Владимирович, спасибо огромное, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Спасибо большое. Я напомню, о решении проблемы с бездомными животными сегодня мы беседовали в актуальном интервью с Владимиром Демиденко, заместителем начальника управления ветеринарии Ставропольского края. Любите братьев наших меньших и оставайтесь на своем.